По всем канонам жанра с нашествием внезапно ожившей мертвичины борется один единственный выживший герой без страха и упрёка, ну уж никак не какие-то там лютики и ромашки. Но в Plants vs Zombies всё иначе. Нашествие зомби может остановить только зелёный горошек и никто другой. Эх, знала бы Мила Йовович об этом лайфхаке, глядишь, и обитель зла ограничилась бы только одной частью. В любом случае, всем привет, и мы с вами смотрим на вторую часть сверхпопулярной аркады Plants vs Zombies 2. Поехали! Спешу вас обрадовать или может огорчить, в геймплее игры практически ничего не поменялось. Добавились некоторые новые игровые возможности, но в общем и целом мы также сажаем цветочки и отбиваемся от толпы зомби, которые пытаются пробраться в наш дом. Понятно, что игроку всеми силами нужно им помешать это сделать, перебив всех незваных гостей. Когда зомби на уровне заканчиваются, мы переходим на следующий и так до победного конца. Игровое поле состоит из пяти рядов по девять клеток. Итого мы получаем 45 клеток для нашей рассады, которая будет истреблять зомби. Грубо говоря, все растения в игре можно разделить на три типа. Те, которые производят ресурсы, стрелки и поддержка в виде мин и прочих орехов, которые не стреляют, но вражин задерживают. Собственно, правильно комбинируя все растения на поле боя, нам нужно с наименьшими потерями перебить всех зомби. Зомби бывают разные. Есть простенькие и бестолковые, они просто прут вперед в надежде дойти до победного. Есть похитрее, например, которые крадут солнышки с игрового поля. Есть совсем безбашенные, с ведром или дорожным конусом на голове. Здоровью у этих ребят хоть отбавляй. В общем, типов врагов много и правильный подбор бойцов это ключ к победе. В процессе игры из врагов будут вываливаться монетки и бусты для наших цветочков. На самом деле бусты называются удобрениями, но это слово какое-то неправильное в отношении того, какой результат мы получаем после использования. Во-первых, его можно применить на любое растение. Например, подсолнух разродится в неплановой порции солнышек. Зеленый горошек несколько секунд будет лупить, как из шестиствольного минигана. А бронированный орех получит дополнительный слой металлической защиты. Бусты можно собирать с зеленых зомби, либо покупать за денежки, которые также выпадают время от времени из поверженных врагов. Также монетки можно тратить и на пауэрапы, то есть попросту сверхспособностям. Их три штуки. Первая — это возможность жестом пинч-ту-зум потрезать глупые головы зомби. Вторая позволяет подбросить в воздух захватчиков. А третья — это тупый электрошок. И немного подробнее о монетках. Игра построена на всеми ненавистной модели фремиум, то есть игру мы загружаем из App Store совершенно бесплатно, а вот уже внутри начинаем сорить деньгами налево и направо. Особенно это заметно в Plants vs. Zombies 2. Здесь покупается всё. Дополнительные монеты, всякие бонусы и новые растения, дополнительные слоты для растений и прочее. Не сказать, что на первых порах игра требует денег, вовсе нет. Играется так же отлично, как и первая часть, но чем дальше вы будете проходить, тем чаще придётся использовать бонусы и специальные возможности, которые, естественно, стоят денег. Ну, в общем-то, как и везде. Рано или поздно что-то внутри, да и купите. А на этом всё. Ставьте своё мнение об игре в комментариях, подписывайтесь на новые видео и ставьте большие пальцы вверх. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова